Так, ну что, добрый день. Сейчас у нас 2 часа дня, 30 января. В общем, по биткоину, как вы видите, вчера мы сходили наверх, сходили на 38,5 и сегодня уперлись опять 35 тысяч и возимся возле 32, извиняюсь, 32, 800, ну 32, 500, 32 тысячи, если на 4-х часовике. И на 4-х часовике видно, что цену опустили с вот этого подъема вниз, обратно, там, где она и была, в принципе, и сейчас пытаются опустить еще ниже, и плюс будьте осторожны, сегодня биржа CME, насколько я знаю, закрыта, и суббота-воскресенье у нас обычно самое сильное движение, поэтому, в принципе, могут овал вниз опять же-таки сделать, ну, будем смотреть, будет ли так на самом деле или нет, ну, либо памп наверх. Поэтому, ну, так как памп уже у нас был небольшой, да, то, в принципе, я думаю, могут сделать такой сквиз вниз. Так, ну, по эфиру, в принципе, опять топчемся здесь в боковике, ничего особенного, ожидаем пробоя 1440, по XRP, по XRP, кстати, взлетели мы на 31 цент, многие там думали, что все, XRP уже скоманул, ну, вот этот рост, это, конечно, ничего особенного. Ну, хоть тут и был 35% роста, ну, там 30-35, но, в принципе, уперлись мы здесь в район 34 центов, ну, будем дальше наблюдать. Я думаю, вот уже там пошел небольшой откат, будем смотреть, перебьем мы, ну, для начала надо хотя бы, там, 35 центов, 40 центов, 50 центов перебить, и самое основное 80, и потом уже можно лететь наверх. Ну, по Доге, как вы видите, случился такой хороший памп, кто заработал, поздравляю, могли заработать, там, 10X, ну, как минимум, 5, а то и 6X, вчера, позавчера, да. Многие говорили, что, ты сказал, что вот, Доги Коин там вырос, я его не закупил, да, можно было заработать, я не отрицаю, но я сказал, что риски здесь высокие, то есть, он мог, он либо выходит из треугольника вверх, улетает на стопах, как я и говорил до этого, можете пересмотреть видео, либо он улетает вниз, вот и все. Поэтому, то, что вы не заработали, это был лишь ваш выбор, я не заработал тоже, я этого не отрицаю, поэтому вы могли вложить вообще минимальную часть депозита, там, 1% или вообще меньше 1%, и, соответственно, заработать, там, ну, к примеру, вложили вы, там, 10$, заработали, ну, сколько там, ну, 60-100$, если 10X взяли, ну, например, да, вложили 100$, заработали бы 1000$, но, опять же-таки, то, что Доги выстрелил, это чистая случайность, и, ну, во-первых, улетел на стопах, во-вторых, его пропампили за счет того, что там новость на реддите, насколько я помню, была, плюс Илон Маск за него топил, поэтому, такие вот дела, вы могли зайти минимальной частью депозита, но риски были слишком высокие, да, здесь было накопление, но монетка могла точно так же, вот смотрите, по ИПЛу тоже, можно сказать, что вот, было здесь накопление, но монету в итоге свозили вниз, вышли новости, и, как бы, пиши пропало, да, поэтому, такие вот дела, можно заработать, ну, можно точно так же и потерять, понимаете, вот, допустим, вот здесь у вас были иксы, вы там смотрите, о, цена там сейчас 10$ перебет, и потом, хоп, она падает здесь на 6 уже, понимаете, и вы теряете 50% профита, поэтому, ну, по эфиру классику, ничего особенного, дальше стоим в боковике по дэшу, по дэшу здесь, в районе 100$, ну, 105$, пока не перебили, по монаре, по монаре здесь у нас, в боковике продолжаем стоять, ничего особенного, дальше по BNB, по BNB продолжается рост в район, ну, нам надо перебить 47$, 46$, там, 45$, и потом, в принципе, и потом, в принципе, можно говорить уже о дальнейшем росте, ну, пока рост у нас 3 дня подряд, в принципе, безостановочно, но я думаю, коррекции все равно будут к этому росту, по BNC, по BNC, дальше стоим в боковике, по ZC, по ZC здесь откатились ко вчерашнему росту, но пока ниже 76$ не падаем, паниковать, как бы, нечего, по линку, по линку тоже многие спрашивают, ну, по линку, не знаю, на самом деле, я говорил еще до этого, что, если хотите, можете скидывать по 24-25$, ну, я, конечно, лично жду перебив 25, ну, не факт, что он будет, поэтому, я без понятия, могут сделать перебив, могут не сделать, поэтому, это же решает маркетмерки, а не я, и у меня нету инсайдерской информации, поэтому нам остается только лишь ждать, но я лично считаю, что сильного движения, то есть, как здесь, вот, да, таких вот больших свечей еще не было, то есть, одна свеча здесь была порядка 30%, да, то есть, здесь даже, ну, да, порядка 30-35, может быть, процентов, но здесь, если посмотреть, можно сказать, что, да, вот было такое движение, тут 40%, ну, в принципе, посмотрим, пойдет ли он выше, ну, я лично жду перебив 25-25,5, и буду дальше держать, ну, если я скину, я вам сообщу обязательно, по доту, по доту здесь стоим в боковике, опять же-таки, свое основное движение, я думаю, она отыграла уже, пока ничего существенного, вчера по XLM, ну, я уже говорил, что здесь мы сходили, там, на 65%, по XLM, дальше стоим в канале, в районе 28 копеек, так, а, да, когда она, а, да, когда она, ну, как стояла в боковике, так и стоит, в принципе, ничего, дальше, что у нас еще, ну, и SXP, давайте глянем, по SXP, рост продолжается, но, опять же-таки, я дальше жду 1,4, перебив, в принципе, если вы закупались даже здесь, вы имеете уже 2 икса, но, если вы закупались даже, как я, вот, где-то здесь, то имеете порядка 50-50% профита, так, что там еще, нео у нас с экьютом, да, по нео, ну, по нео ниже 22, ну, надо ждать, смотреть, что мы провалимся, не провалимся, пока тут возня, и видно, что локально нас не пускали выше 23 долларов, 23,5, по кьютому, по кьютому, в принципе, откат, вполне вероятно, что основное движение, конечно, он отыграл уже, но, все-таки, я холдю кьютом больше на долгосрок, и жду перебива, ну, для начала вот этой границы здесь 4 доллара, там 3,5, но потом уже можно ждать перебива 5 долларов и так далее, поэтому, тем более, что доминация биткоина падает, да, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим доминацию, доминация, ну, как, сейчас не падает, да, вчера она, кстати, подлетала на 66, потому что биткоин подскочил, но, как вы видите, ее загнали обратно, и дальше она стоит в боковике, хотя здесь лои повышаются, ну, в принципе, доминация довольно-таки сильная, то есть упала на 10 единиц, даже здесь на, может быть, ну, да, на 10 единиц она упала, в принципе, до 64, падала даже в моменте на 63, 62, ну, в принципе, если доминация будет падать еще дальше, то остальные альты тоже там, может быть, какие-то второстепенные второго эшелона будут дальше стрелять, да, так, ну, инь продолжает расти, что у нас еще, так, ну, могу глянуть аудио, ну, по аудио пока что ничего, ожидаем дальнейшего роста, пока что стоит, не перебивает, текущие отметки 25,5, ожидаем дальше, фил, фил тоже рекомендуется, давал монетку, ну, ожидаем пока что, накопление происходит, то есть мы в накоплении уже, сколько здесь, здесь мы стояли порядка месяца-полтора, здесь уже 2, 2,5, то есть мы стоим уже довольно-таки долго, ну, будем ждать, пампа будет, он не будет, ну, опять же таки, это лишь вероятность, ну, я считаю, что будет, поэтому будем ожидать дальше, по иосу поднялись третий день подряд, ну, по иосу я особых иксов не жду, хотя здесь она, ну, сколько она тут давала, так, это не то, сейчас, секундочку, здесь она давала порядка 50%, но если брать, допустим, с марта месяца, ну, сколько она тут давала, с марта месяца, с марта месяца, ну, порядка, ну, порядка 2 иксов, ну, то есть с марта месяца, ну, это как-то смешно, ну, честно, ну, тоже профит, не отрицая, ну, какой-то, ну, слишком уж маленький за, ну, он давал несколько раз, по 50, там, 60%, ну, маловато, как-то маловато, реально, ну, не, ну, если кто-то заходил большим депозитом, конечно, там, и 50% в радость, ну, просто на других монетах можно заработать было намного больше, по йоте, ну, по йоте пока что приподнялись вверх, откат к вот этому двухдневному росту, на копейках остановились, ну, пока здесь 45, там, 50 копеек не перебили, говорить тут не о чем особо, так, ну, вроде бы все монетки посмотрел, а, лайткоин еще, по лайткоину, ну, ничего, как стояли в боковике, так и стоим, но пока что здесь у нас локально нисходящий тренд, ну, надо ждать перебива, ну, я думаю, в перспективе рост все равно будет, патроны, кстати, мы откатились, хоть и вчера мы сходили, поздравляю тех, кто выставлял там лимитники, я, к сожалению, не выставлял, я не ожидал, что будет такой экстренный рост, я в тот момент у компан не находился и был занят, поэтому зафиксироваться не успел, ну, ничего, я буду ждать дальнейшего пампа и, ну, держу монетку на холде, так сказать, если кто-то не успел вместе со мной выйти, ну, ничего, дальше по холде, дальше подержим, я думаю, в будущем могут ее пампануть еще, поэтому, ничего страшного, ну, не заработали сейчас, ну, пускай лежит, заработаем в будущем, поэтому не вижу никаких, каких-то проблем для унывания, да, так, ОМГ, ну, по ОМГ то же самое, накопление продолжается пока что ничего, если кто хочет, может еще сейчас закупиться, в принципе, еще не поздно, на малую часть депозитов, в принципе, если она перебивает здесь 4,5, 5 долларов, ну, накопление она стоит уже здесь, сколько же она здесь стоит уже, ну, порядка 4-5 даже месяцев, ну, если убрать, не брать в расчет вот эти небольшие пампы, там, по 50-60%, да, ну, если я правильно на глаз замерил, ну, ну, даже тут по 80, ну, да, где-то 60%, давайте глянем сейчас, ну, да, порядка 70-60%, смотря где покупать, ну, да, порядка 50%, то есть, порядка 3 месяцев как минимум мы уже стоим, то есть, 2,5-3 месяца, а то и 4-5 мы стоим в накоплении, можете тоже присмотреться к данной монетке, такой вам бонус, так, ну, в принципе, вроде бы все глянул, если интересуют какие-то монеты, так, ну, вроде бы все посмотрел, если есть какие-то пожелания, можете написать их в комментах, поэтому, в принципе, такие дела, пока что ничего особенного, ну, будем ждать, суббота, воскресенье будет, сильное движение не будет, ну, обычно бывало, но, опять же таки, вы же понимаете, до этого там и в среду, и во вторник были сильные движения вверх и вниз, поэтому вот это сейчас возня, это хорошая цена, скажем так, на долгосрок, я не отрицаю, что могут провалить еще ниже, ну, не закупайтесь на всю котлету, то есть, закупитесь частью, потом докупитесь еще в случае, если провалят там на 27, на 26, там, может, даже на 20, ну, все может быть, поэтому, но в перспективе, понятное дело, что эмиссия биткоина ограничена, там, тем более, часть была утеряна, и плюс халвинг был, поэтому фундаментальных причин намного больше, и даже вот то, что я рассказываю сейчас по биткоину, вот это возня вся крупняк сейчас выкупает, поэтому лучше закупайтесь биткоином, эфиром на долгосрок, понятное дело, что сейчас цена кусается, но, в принципе, можно присмотреться к остальным эльтам, которые еще не так сильно выросли, и можно закупиться, в принципе, ими, поэтому, если кто-то хочет в плане среднего срока, то присмотритесь к эльтам, потому что, ну, по биткоину особо, особого профита сейчас не будет, ну, если вы, конечно, там, краткосрочно отрейдите, там, на мелких таймфреймах, ну, то дело, конечно, ваше, но в перспективе получить профита все равно можно больше просто даже инвестировать, такой маленький секрет, но можно какие-то делать, да, среднесрочные трейды, там, да, по каким-то монеткам, понятное дело, что в какой-то щиткоин, там, за топ 100 ты не будешь инвестировать, а будешь его трейдить, но, опять же таки, это уже какой-то среднесрочный трейд, то есть ты зашел, взял там свои, там, 2Т икса, 5-10 иксов и вышел с монеты, поэтому вот так, но это все равно больше как такая среднесрочная инвестиция, ну, можно называть как угодно, среднесрочная трейд, среднесрочная инвестиция, там уже решать вам, но, в принципе, я считаю, что нужно инвестировать по большому счету в биткоин, в долгосрок и в эфир, ну, можно какую-то малую часть закинуть в XRP, хотя многие говорят, что вот он скам, ну, не знаю, не знаю, XRP уже подскочил обратно, он там подскакивал до 34 центов, ну, я не думаю, все думают, что все, его сейчас втопчет в пол, да, до 10, там, до 15 центов, ну, и что, ну, опять его подняли на 30 центов, я не отрицаю, что могут это сделать, допустим, ну, после этого роста, но я сильно в этом сомневаюсь, ну, опять же таки, все может быть, и я могу ошибаться, поэтому такие вот дела, спасибо за внимание, поздравляю всех тех, кто заработал на троне, там 50-60 процентов, и по доги коину заработал, ну, я, к сожалению, не заходил, как я писал в своем вчера в посте в блоге, кстати, можете посмотреть, ссылочка в описании, если что, ну, либо вступайте в телеграм-канал, там я тоже выкладываю текстовый, в текстовом формате обзор рынка, обзорный такой, да, ревью, поэтому вот такие вот дела, что не могу поздравить себя с профитом по доги, и патрону, ну, патрону там не такой сильный пам был, но вот по доги, конечно, да, там 5-10, ну, то есть 4-5-6х можно было гарантированно взять, пускай там ты не вышел на хаяр, да, там не взял 10х, но, в принципе, 4-5-6х можно было взять, ну, жалею ли я, ну, конечно, было бы отлично, если бы заработал, ну, что поделать, конечно, прошляпил, можно сказать, возможность, ну, как бы, что сделано, то сделано, поэтому заработаю на чем-то другом, поэтому считаю, что вы тоже не должны расстраиваться, если упустили какие-то возможности, потому что, по большому счету, рынок криптовалют, это дело случая, то есть вы вложились в какую-то монетку, она отросла, то есть вы не знаете, будет она расти, не будет, это, тем более, это высокорисковые инвестиции, ну, если инвестировать в какие-то основные криптовалюты, понятное дело, это риск поменьше, но все равно криптовалюта сама по себе высокорискованный актив, поэтому вы можете как хорошо заработать, так и хорошо потерять, поэтому можно, конечно, было рискнуть всем моим депозитом, вложиться все в доги, да, но я же не знал, пойдет он в рост или нет, да, я, конечно, офигенно заработал и сидел там, купался в деньгах, но, понимаете, можно так сделать, но можно было все и потерять, то есть, допустим, я вложился все в XRP, там по 50 центов купил бы, а он хоп и обрушился, я бы сейчас сидел в просадке без своего депозита, ну, то есть, ну, это глупость, понимаете, надо, хоть я и выпускал видеоролик, можете посмотреть на канале, что, как диверсификация, диверсификация сыграла со мной злую шутку, да, но все равно нужно отчасти хотя бы диверсифицировать, хотя бы по минимуму, да, пускай не на много монеток, но хотя бы там в 2-3 монеты как минимум вкинуть и диверсифицировать помимо биткоина, афера там и остальных, и XRP того же, к примеру. Ладно, затянулся видеоролик, спасибо всем за внимание, поздравляю всех тех, кто дослушал до конца мои мысли, может, кому-то было полезно, не расстраивайтесь, если не заработали чего-то, потому что у меня много раз такое было с теми же DFI проектами, я прошляпил возможность, да, ну, не со всеми, но с большинством, я вообще, скажем так, провтыкал этот момент еще летом, то есть моя ошибка еще в чем была, что я перестал постоянно находиться в рынке, да, и перестал постоянно следить за новостями, и, ну, то есть я технически следил за рынком, но в плане фундаментала, в плане каких-то новостей я не следил, я подзабил на это дело, уже больше начал отдыхать, но и понял, что если ты все время в рынке не находишься, и все время не занимаешься, скажем так, своим ремеслом, да, то, ну, зарабатывать ты больших денег не будешь, то есть и зарабатывать в принципе не будешь, потому что если ты занят чем-то другим, а не своим делом, то есть не следишь ты, ну, не то чтобы я не развивался в плане этого, да, я смотрел какую-то информацию, читал там и так далее, изучал, сам наблюдал за графиками, но в плане новостей, в плане фундаментала я подзабил, и тоже это сыграло против меня, поэтому не забивайте на это дело, максимально старайтесь быть вовлечены в этот информационный фон и в плане криптовалюты, и за всем, естественно, следить. Конечно, за всем не уследишь, но в принципе, если заниматься только этим, там, ну, или хотя бы большую часть времени уделять этому, то, в принципе, можно очень хорошо зарабатывать, поэтому не расстраивайтесь, если недозаработали, я тоже был в этой позиции и сейчас нахожусь в какой-то степени, поэтому, ну, знаете, ну, да, было обидно, было, бывало, расстраивался, ну, в принципе, понимаете, это всего лишь деньги, поэтому, ну, и жизнь, это игра, как бы расстраиваться по поводу этого и сидеть, лить слезы, ну, я не вижу смысла, ну, то есть, ну, недозаработал, недозаработал, ну, то есть, рынок еще даст возможность заработать, я в этом уверен, и пускай я не заработал сейчас, но в будущем, ну, я получил опыт, понимаете, самое главное, опыт. Да, я мог заработать сейчас все в моменте, уже там обогатиться и так далее, но у меня бы не было опыта, я мог все это, ну, извините меня, просрать просто, вот и все. Поэтому я считаю, что опыт, он даже как-то важнее и полезнее. Понятное дело, в моменте кажется, что вот я бы заработал, было бы намного лучше, ну, я тоже так считаю, конечно, отчасти, но если бы не было этого опыта, то не было бы этих ошибок, не было бы этих разочарований каких-то, да, то, ну, не было тогда вообще, не было бы так интересно, если все сразу получалось, понимаете. Если все сразу по щелчку пальцев получалось, то все были бы богатыми, все были бы успешными и все много зарабатывали, но так не получится. Надо включать мозги, надо вовлекаться в процесс, надо заниматься, надо делать, надо изучать и надо полностью, как есть в английском слово, involved. То есть, вовлеченным быть на 100%. Поэтому, ну, вот такое вот, под конец мое философское такое изречение. Спасибо всем, кто дослушал. Ну, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok